Добрый день! С вами Говорящий Учебник. География 7 класс. Атлантический океан. Из всех океанов Атлантический занимает наиболее важное место в жизни человечества. Сложилось это историческим. Географическое положение. Как и Тихий океан, Атлантический вытянут от субарктических широт до Антарктиды, но уступает ему по ширине. Наибольшей ширины Атлантика достигает в умеренных широтах и сужается к экватору. Береговая линия океана сильно расчленена в северном полушарии, а в южном изрезана слабо. Большая часть островов лежит близ материков. История исследования океана. С древнейших времен Атлантический океан стал осваиваться человеком. На его берегах в разные эпохи возникли центры мореплавания Древней Греции, Карфагении, Скандинавии. Его воды омывали легендарную Атлантиду, о географическом положении которой в океане до сих пор спорят ученые. С эпохи Великих географических открытий Атлантический океан стал главным водным путем на Земле. Комплексные исследования природы Атлантики начались только в конце XIX века. Английская экспедиция на судне «Челленджер» произвела промеры глубин, собрала материал о свойствах водных масс, об органическом мире океана. Особенно много данных о природе океана было получено в период проведения Международного геофизического года 1957-1958 годы. В наши дни экспедиционная эскадра из 40 кораблей науки в многих стран продолжает вести исследования водных масс рельефа дна. Океанологи изучают взаимодействие океана с атмосферой, исследуют природу, гольфстрима и других течений. Особенности природы океана Согласно теории литосферных плит, Атлантический океан сравнительно молод. Рельеф его дна не так сложен, как в Тихом океане. Через всю Атлантику, почти по меридиану, протянулся гигантский хребет. В одном месте он выходит на поверхность. Это остров Исландия. Хребет делит лужи океана на две почти равные части. К берегам Европы и Северной Америки прилегают обширные шельфы. Климат Атлантического океана разнообразен, так как он лежит во всех климатических поясах. Наиболее широкая часть океана лежит не в экваториальных, как Тихий океан, а в тропических и умеренных широтах. В этих широтах, так же, как и над Тихим океаном, дуют посады и западные ветры умеренных широт. Зимой в умеренных широтах часто разыгрываются штормы. В южном полушарии они бушуют во все сезоны года. Особенность климата отражается на свойствах водных масс. Температура поверхностных вод здесь в среднем значительно ниже, чем в Тихом и Индийском океанах. Объясняется это охлаждающим влиянием вод и льдов, выносимых из Северного Ледовитого океана и из Антарктики, а также интенсивным перемешиванием водных масс. Заметные различия между температурой воды и воздуха в ряде районов Атлантики вызывают образование сильных туманов. Соленость водных масс в некоторых районах океана выше средней, так как значительная часть испарившейся влаги из-за относительной узости океана переносится ветрами на соседние материки. Течение в Атлантике, в отличие от Тихого и Индийского океанов, направлено не по широте, а почти вдоль меридианов. Причина этого – большая вытянутость океана с севера на юг и очертания береговой линии. Течение в Атлантике активнее, чем в других океанах, переносят водные массы, а с ними тепло и холод, из-за них широт другие. Течение влияют и на ледовые условия. Особенность океана – многочисленные айсберги и плавучий морской лед. Вода близ Гренландии – один из самых живописнейших районов Атлантики. Мощные ледяные языки выходят из глубин острова к океану и нависают над его холодными, голубовато-зелеными морскими водами, высокими обрывами прозрачного льда. Временами они с грохотом отламываются и большими глыбами падают в воду. Течение выносят айсберги в открытый океан до 40 градусов северной широты. Эти районы Атлантики опасны для судоходства. За движением айсберга вследит специальная патрульная воздушная служба. Снимки поступают из искусственных спутников Земли. Эта информация передается кораблям всех стран. Органический мир Атлантики беднее видами, чем мир Тихого океана. Объясняется это относительной молодостью Атлантического океана и сильным похолоданием его климата во время последнего оледенения. При небольшом числе видов количество рыб и других морских животных в этом океане значительно. Шельфов и поднятий дна здесь больше, чем в Тихом океане. Поэтому много удобных мест для нереста донных и придонных рыб, в том числе промысловых. Трески, сельди, скумбрии, морского окуня, мойвы. В полярных водах обитают киты и тюлени. Как и в Тихом океане, в Атлантическом есть почти все природные пояса. Внутри них выделяются природные комплексы морей, заливов. По своей природе они отличаются от комплексов открытой части океана. В северном субтропическом поясе находится уникальное по своей природе Саргасово море. Море без берегов. Его границы образуют течения. Вода этого моря имеет высокую соленость до 37 градусов. И температуру. На ярко-синей поверхности океана зелено-бурыми пятнами выступают небольшие пучки саргасовых водорослей. Воды моря бедны планктонам. Очень редки здесь и птицы. Океанологи называют такие районы голубой океанической пустыней. Саргасовые водоросли. Виды хозяйственной деятельности в океане. По обе стороны океана лежат развитые в хозяйственном отношении страны. Через Атлантику проходят самые важные морские пути. С незапамятных времен Атлантический океан – место интенсивного рыболовного и зверобойного промысла. Китобойный промысел в Бискайском заливе ввелся еще в IX-XII веках. На карте показаны морские пути. Природные условия Атлантики благоприятны для развития жизни. Поэтому из всех океанов он самый продуктивный. Большая часть улова рыбы и добычи других морских продуктов приходится на северную часть океана. Однако усиленный промысел в последнее время привел к уменьшению биологических богатств. Шельфы Атлантического океана – богатые месторождениями нефти и других полезных скопаемых. Тысячи скважин пробурены на шельфе Мексиканского залива и в Северном море. В связи с ростом городов, развитие судоходства во многих морях и в самом океане в последнее время наблюдается ухудшение природных условий. Загрязнены воды, воздух – ухудшенные условия для отдыха на берегах океана и его морей. Например, Северное море покрыто многокилометровыми нефтяными пятнами. У берегов Северной Америки нефтяная пленка имеет ширину в сотни километров. Средиземное море относится к самым загрязненным на Земле. Атлантика уже не в состоянии самостоятельно очищаться от отходов. Борьба с загрязнением этого океана является международным делом. Уже заключены договоры, которые запрещают заброс в океан опасных отходов. А я желаю вам удачи, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok